Здравствуйте! В этот раз мы начинаем, как и всегда, с графика министра, но с событий, с мероприятий, которые приурочены не просто к рабочему графику, но связаны с нашим профессиональным праздником. Как известно, 10 февраля отмечается День дипломатического работника. В этом году это будет уже в 14-й раз. И в этот день состоятся различные мероприятия, в которых будет принимать участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, также руководство министерства. И я хотела бы сказать несколько слов об этой дате, об этом дне, об истории. Наверное, историю вы все знаете, но напомнить никогда не лишнее. Вы знаете, что этот день, этот наш профессиональный праздник утвержден указом президента в 2002 году. И в нынешнем году праздник будет проходить на фоне, конечно, усиливающейся турбулентности в мире, в международной обстановке. И, к сожалению, накопление конфликтного потенциала на глобальном и региональном уровнях. И, конечно, беспрецедентного подъема от туристической угрозы. И в этих условиях созидательный, а именно так можно охарактеризовать курс внешней политики Российской Федерации, который опирается на международное право, центральную роль организации объединенных наций, коллективные методы решения ключевых проблем современности, признание самобытности народов, их право самим определять свое будущее, становятся все более востребованным. Расширяется поддержка российских подходов, направленных на создание широкого антитеррористического фронта, урегулирование конфликтных ситуаций и общее оздоровление международных отношений. Безусловно, в этой связи и, наверное, соответственно, возрастает интенсивность работы как Центрального аппарата Министерства иностранных дел, так и загранпредставительств учреждений системы МИД России. Предпринимаются последовательные усилия по совершенствованию методов дипломатической работы, которые сегодня сочетают и проверенные временем традиции, и инновационные подходы. Конечно, в этот день мы будем вспоминать наших коллег, мы почтим память товарищей. Состоится, как я уже сказала, ряд мемориальных мероприятий, и министр примет участие в традиционном возложении венков к расположенным в вестибюле Министерства иностранных дел мемориальным доскам, которые установлены в честь наших предшественников, коллег-венешторговцев, которые погибли на фронтах Великой Отечественной при выполнении служебного долга, пали в годы сталинских репрессий. Также будут возложены цветы к могилам похороненных в России за рубежом видных дипломатов, которые в разные времена, в том числе и на очень крутых поворотах мировой истории, эффективно отстаивали интересы России. Соответствующие мероприятия по случаю Дня дипломатического работника пройдут и в наших загранучреждениях. Мы будем вас об этом подробно информировать. Многие из этих мероприятий будут открыты для прессы. Мы вас пригласим. И в этот же день, безусловно, по традиции, на Смоленской площади состоится торжественное собрание, в котором наряду с руководством министерства и сотрудниками МИД России примут участие и представители российского руководства и других ведомств. Ну и, конечно, ожидаем, что министр также выступит перед коллективом, а ряду сотрудников будут вручены высокие государственные награды. Я хотела бы в этой же связи сказать и о еще одной памятной дате, о которой нам напомнил очень любезно Центр истории Российской дипломатической службы. В первую субботу февраля Департамент дипломатической курьерской связи Министерства иностранных дел России проводит День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Немного, несколько слов буквально об истории этого дня. Она началась ровно 90 лет тому назад после похорон в Москве на Ваганьковском кладбище в феврале 1926 года дипломатического курьера Теодора Яновича Нетта, который героически погиб 5 февраля при перестрелке с бандитами в вагоне поезда на территории Латвии, защищая дипломатическую почту, дипломатический груз. Теодор Нетта, можно сказать, предрешил исход той схватки, ранил двух нападавших. Битву закончил его коллега Иоганн Адамович Махмастель, который был ранен, истекая кровью, продолжал охранять дипломатическую почту до прибытия поезда в Рику, где позволил себя госпитализировать только после того, как передал все дипломатические вализы сотруднику полпредства Советского Союза. Оба дипкурьера, один, к сожалению, посмертно, были награждены орденами Красного Знамени. Вот еще одна дата, она, безусловно, связана с нашей профессиональной деятельностью. И теперь разрешите мне перейти к другому пункту из графика министра иностранных дел, уже непосредственно связанному с нашей, можно сказать, ежедневной рутиной. Мы уже об этом говорили. Речь идет об участии министра иностранных дел России в очередном 52-м заседании Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, который пройдет в столице Баварии с 12 по 14 февраля. Вы все прекрасно знаете об этом мероприятии, я не буду уходить в его историю. Планируется, что в ходе конференции состоится обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру актуальных вопросов глобальной и, конечно, европейской повестки дня. Ожидается, что центральными темами в этом году станут будущее европейской безопасности, противодействие международному терроризму, конечно, конфликт на Украине, ситуация в Сирии и миграционный кризис в Европе. По традиции на полях этого мероприятия проходит большое количество двусторонних и многосторонних встреч, в которых принимает участие российская делегация, которую возглавляет российская делегация и, конечно, запланированы такие мероприятия и в этом году. Я говорю о тех мероприятиях, в которых примет участие министр иностранных дел России. Сейчас график выстраивается, он готовится. На следующей неделе, в ходе следующего брифинга, он у нас состоится в среду, не в четверг, а в среду, я буду готова уже детально вас проинформировать о тех встречах, которые состоятся на полях Мюнхенской конференции. Ну, по крайней мере, вы знаете о том, что в Мюнхене 11 февраля есть договоренность о проведении мероприятия так называемой Венской группы, группы содействия сирийскому урегулированию, поддержке Сирии. И об этом говорили сегодня главы внешнеполитических ведомств России и США. Поэтому вот об одном мероприятии вы уже знаете наверняка, по крайней мере, оно запланировано. О многих других мы вас дополнительно проинформируем на следующей неделе. Ну и также, чтобы не забыть, коль скоро речь идет об ОБФРГ, на прошлом брифинге мы информировали вас, и не только на брифинге, но и в ходе регулярных комментариев, в общении с прессой мы информировали вас о ходе расследований и о ситуации вокруг несовершеннолетней российской гражданки, которая, по нашим данным, подверглась насилию на территории ФРГ. Вы знаете все об этом случае. И на прошлом брифинге я говорила о том, что главы внешнеполитических ведомств России и Германии обсудили этот вопрос, и со стороны ФРГ, глава внешнеполитического ведомства этой страны, заверила российскую сторону о том, что никакие данные не будут утаиваться, что вся информация будет, в том числе, по дипломатическим каналам в российской стране предоставляться, так как речь идет о гражданке Российской Федерации, несовершеннолетней. Я в этой связи проинформировав вас об этом, не могу не вернуться сегодня к этому вопросу, тем более, что мы очень много получаем вопросов от вас же. Я могу сказать, что, к сожалению, прошла неделя, никакой информации по дипломатическим каналам со стороны ФРГ нам предоставлено не было. Хочется надеяться, что те заверения, которые мы получили, не останутся просто заверениями, а будут подкреплены делами и соответствующей информацией. Да, и я хотел бы еще обратить внимание, сегодня в российских СМИ, в частности, в газете «Московский комсомолец» было опубликовано обширное интервью адвоката семьи, который подробно излагает суть этого дела. Я еще хотела бы один раз сказать, дополнительный раз сказать, что мы все-таки надеемся получать, мы как внешнеполитическое ведомство, мы надеемся получать эту информацию не от СМИ, не только от СМИ, не только от адвоката, но и от официальных германских структур, компетентных органов по дипломатическим каналам, как это положено между странами. Теперь переходим к региональным вопросам. Конечно, Сирия, конечно, Женева, которые были прикованные взгляды и ваши, и наши, с чем были связаны большие ожидания. Я не буду повторять комментарии, которые дал очень обширный и подробный спадинг Гатилов, который находился в эти дни в Женеве, принимал активное участие в тех мероприятиях, которые там проходили, на полях организованных, организацией объединенных наций переговоров между официальным Дамасском и сирийской оппозицией. Вы можете с ними сами ознакомиться. Я хотела бы прокомментировать те сообщения средств массовой информации, которые мы видели, о том, что вчерашнее решение спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии экспертами стуры объявить временную паузу в межсирийском диалоге. Естественно, под словом межсирийский диалог мы понимаем, опосредованный межсирийский диалог в Женеве до 25 февраля. Так вот, мотивировка по данным СМИ заключалась в том, что делегация высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции отказалась от дальнейшей консультации за наступление сирийской правительственной армии на севере провинции Алеппы и потребовала прекращения бомбардировок российской авиации. Но, честно говоря, есть что сказать на эту тему. И не просто сказать, а привести факты и данные. Представляется, что причина столь резкого шага со стороны так называемой Эр-Риадской группы кроется именно в том, что сирийская правительственная армия за последние дни действительно добилась серьезных успехов на севере провинции Алеппо. После освобождения ряда населенных пунктов военным удалось соединиться в районе города Муассарат-Хан с отрядами ополченцев и сблокированных боевиками городов Захра и Нубуль. Шрицкое население этого анклава в течение долгих трех лет находилось в осаде боевиков Джабхат-Ан-Нусры и Ахрар-Ашам. В результате успешной операции сирийской армии и местных ополченцев оказались отрезаны пути снабжения боевиков между севером провинцией Алеппо и контролируемой ими провинцией Идлиб. Это явилось серьезным ударом для террористов всех мастей и помимо всего прочего и тех людей которые являются их пособниками да и в общем-то и покровителями тоже. Дело в том что утверждающие на словах о своем неприятии ИГИЛ группировки боевиков включая тех кто выступает под знаменами Джабхата Нусра и Ахрара Ашам год назад заключили соглашение с ИГИЛовцами о взаимных поставках в Идлиб топливо и боеприпасов а из Идлиба в Раку и другие районы Восточной Сирии сельскохозяйственной продукции отлаженные каналы приносившие немалые дивиденды обеим сторонам сейчас оказались перекрыты а без топлива и снарядов невозможно обеспечить эффективное использование имеющихся у боевиков в Идлибе военной техники теперь им остается единственная возможность получения нефтепродуктов из Турции через подконтрольный Джабхата Нусри КПП Баб Аль Хава но этот так называемый бизнес даже если он будет налажен едва ли окажется прибыльно в Турции нет нужды ни в сирийской картошке ни в цитрусовых и возить их в районы которые контролируются ИГИЛ обходным путем и накладно и как вы понимаете рискованно вновь хотели бы подтвердить что целью действий группировки ВКС России была и остается борьба с туристическими группировками и содействие их разгрому на сирийской земле как показывают сводки боевых действий удары российской авиации эффективно способствуют успешному решению этой задачи Я еще раз хотела бы привлечь ваше внимание к состоявшемуся телефонному разговору глав внешнеполитических ведомств России и США состоялся он сегодня мы вас уже о нем проинформировали там главы внешнеполитических служб договорились предпринять необходимые усилия с тем чтобы вот эта пауза которая возникла в межсирийском диалоге была максимально короткой будем из этого исходить и предпринимать соответствующие усилия я также хотел бы ответить на вопрос который присылали ряд журналистов в частности АФП о участии России в международной донорской конференции по помощи сирийским беженствам в Лондоне в частности нас спрашивали об уровне представленности и вообще просили прокомментировать этот вопрос я хотела бы сказать что в работе конференции принимает участие посол России в Великобритании господин Яковенко и также хотел бы напомнить что три предыдущие конференции прошли в Кувейте и в них также принимали участие посол Российской Федерации в том случае речь шла о Кувейте и собственно говоря эта традиция она сохранилась и сегодня несколько слов о вообще проблеме оказания гуманитарной помощи Сирии Россия много сделала в плане помощи по оказанию содействия в выстраивании координации необходимого уровня взаимодействия между структурами организации объединенных наций различными международными неправительственными организациями и сирийским правительством в частности мы постоянно оказываем помощь и напрямую например сирийскому обществу красного полумесяца а также через гуманитарные организации системы ООН мы внимательно отслеживаем распределение нашей помощи направляем ее преимущественно в товарном виде чтобы исключить возможность каких-либо злоупотреблений выступаем против политизации гуманитарных вопросов недопустимо чтобы вопросы оказания гуманитарной помощи использовались в качестве инструмента для укрепления позиций тех или иных сторон в внутреннем конфликте который развернулся в этой стране тем более недопустима ситуация либо ситуации которые позволяли бы террористам воспользоваться выделяемой помощью в своих туристических целях теперь от Сирии переходим к другому вопросу о контактах между российской страной между Россией и Советом Европы я хотела бы сказать и прокомментировать состоявшийся визит в Россию специального представителя генерального секретаря Совета Европы господина Штудмана 25 с 25 по 31 января специальный представитель генерального секретаря Совета Европы высокопоставленный швейцарский дипломат господин Штудман в сопровождении трех экспертов речь идет о сотрудниках секретариата Совета Европы посетил Российскую Федерацию он побывал в Москве и Крымском федеральном округе по приглашению Российской Федерации в рамках подготовленной совместно российскими властями и секретариатом Совета Европы программы в Москве он провел встречи с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации госпожой Панфиловой а также состоялись беседы в Министерстве иностранных дел и в Министерстве юстиции нашей страны в Крыму господин штудман провел значительное число встреч с руководителями Крымского федерального округа Республики Крым и города Севастополя а также с прокурором и председателем Верховного Суда Республики Крым состоялись беседы с руководителями представленных Крыму традиционных конфессий культурно-национальных автономий с крымско-татарскими общественными объединениями включая представителей Меджлиса крымско-татарского народа с неправительственными организациями уполномоченными Республики Крым и города Севастополь по правам человека а также представителями редакторами основных крымских телеканалов и газет включая новый крымско-татарский телеканал Миллет делегация побывала в Симферополе Севастополе Ялте Бахчисарае и ожидаем что проведенный визит в Россию позволит специальному представителю подготовить по истечении необходимого времени добротный очень важный непредвзятый и сбалансированный доклад генеральному секретарю Совета Европы господину Ягланду теперь о другой теме об Украине сегодня 4 февраля в Министерстве иностранных дел в Министерство иностранных дел России был приглашен временный поверенный в делах Украины в Москве которому было сделано представление относительно имевшего место 2-3 февраля инцидента в пункте пропуска готовка Нехатеевка на российско-украинской государственной границе речь идет об абсолютно безобразном проведении досмотра и абсолютно безобразном поведении представителей силовых структур Украины которые в течение 16 часов проверяли группу из 73 российских офицеров из состава функционирующего на юго-востоке Украины совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линий и разграничения сторон которые возвращались в Россию в порядке плановой и я хочу отдельно подчеркнуть согласованной ротации после завершения служебной командировки просто еще раз 16 часов досматривали и проверяли этих людей ну видимо искали танки вместо танков нашли ноутбуки два ноутбука и жесткий диск само собой что их конфисковали для чего конфисковали не сказали но все это вот это поведение конфискация все это наталкивает на мысль что возможно какие-то дальнейшие провокации вызванному в МИД украинскому дипломату было заявлено что в Москве самую серьезную озабоченность вызывает подобная практика в отношении российских военнослужащих которые участвуют в реализации совместной миссии я подчеркну это совместная миссия инициатива проведения которой была согласована на высшем уровне наши офицеры находятся на территории Украины сведомо генерального штаба вооруженных сил именно Украины и устроенная украинской стороной провокация конечно является абсолютно недопустимой вся ответственность за возможные негативные последствия инцидента полностью он лежит на киевских властях еще один вопрос связанный с Украиной я хотел бы прокомментировать ситуацию вокруг предстоящего в Нидерландах референдума о ратификации соглашения об ассоциации ЕС Украина в последнее время мы наблюдаем очень такое интересное развитие событий вокруг предстоящего в Нидерландах 6 апреля референдума о ратификации соглашений об ассоциации ЕС Украина но мы констатируем что официальная ГАГа развернула в средствах массовой информации просто настоящую информационную кампанию с целью с целью дискредитации самой идеи проведения референдума основная цель всячески призвать население как это не звучит странно не принимать участие в этом референдуме и в этом голосовании вот просто одна цифра для того чтобы вы понимали тенденцию более чем в два раза было сокращено количество избирательных участков тенденция налицо не побрезговали официальные лица даже привлечением финансовых средств в размере 200 тысяч евро небезызвестного фонда Сороса куда уж без него который собственно в основном занимается спонсированием цветных революций и перестановкой в правительстве тех стран которые сами не могут позаботиться о себе все делается все вот все эти шаги делаются для того чтобы необходимый кворум в 30% для признания референдума состоявшимся не был достигнут цель абсолютно четкая и соответственно ратификация Нидерландами данного соглашения стала свершившимся фактом конечно вызывает недоумение что на фоне того о чем я сказала постоянно раскручивается и вбрасывается и очень популяризируется тезис о том что сторонниками референдума я цитирую тайно движет рука Москвы вообще это уже похоже на такую тотальную паранойю вот тоже еще одна цифра экономия на референдуме в своей собственной стране Гага не задумываясь уже выделила полтора миллиона евро на борьбу с пресловутой российской пропагандой ведь вот понимаете нужно понять все что мы себе позволили вот все что мы себе позволили то с чем борется усиленно это только только одно публично открыто в средствах массовой информации заявить о своей позиции и высказать мнение что референдум в Нидерландах является закономерной реакцией на внешнюю политику Евросоюза которая реализуется без какого-то учета мнения населения стран-членов а это население просто хочет быть услышанным хочет чтобы мнение его было принято во внимание коль скоро столько уже нагородили всего и коль скоро в общем-то вот эти вот результаты несамостоятельности Европы в международных делах легли тяжелым бременем именно на жителей европейских государств это мягко сказано результаты опять же в том числе европейской политики на том же самом сирийском направлении тоже хорошо известно теперь уже каждому европейцу после того как беженцы пришли в Европу сами чем мотивирована наша позиция чем обоснован наш подход к этому вопросу полагаем что нельзя не считать важным вообще не считаться с тем что воля изъявления в Нидерландах как и в любой другой стране должно пройти соблюдение всех демократических процедур а избиратели не должны подвергаться чрезмерному информационному давлению со стороны властей и еще хотел бы сказать вот наши коллеги и в Нидерландах и во многих других западных странах вообще всю свою концепцию построили я имею ввиду критики России построили и строят в частности в отношении Крыма на вопросе нелегитимности состоявшегося там референдума и многие говорили и это официальная позиция о том что вопрос конечно не столько в самом референдуме сколько в том как его проводить что безусловно волеизъявления граждан является приматом и к нему необходимо прислушиваться собственно говоря потому что граждане и являются так сказать заказчиками музыки в своей собственной стране вопрос только в том что этот референдум нельзя было проводить так как его провели на тот момент в Крыму что нужно было время для того чтобы его хорошо подготовить вот то как сейчас в Голландии так сказать в кавычках хорошо готовят референдум наверное это и есть пример того как должен был быть подготовлен с точки зрения западного мировоззрения референдум в Крыму сокращение числа избирательных участков финансирование массовое той точки зрения и продвижение которое выгодно допустим официальным властям и так далее и так далее то есть не тогда когда люди хотят и готовы выразить свое мнение которое накапливалось практически на протяжении десятилетий когда у них появился шанс наконец-то быть услышанными а тогда легитимный с точки зрения многих западных политиков референдум когда он подготовлен и то как он мог бы быть подготовлен в частности в Крыму нам теперь показывают власти в ГАГе результаты результаты наверное наверное бы в этих условиях вот такой подготовки засчитывались бы по другому но то как это делается это конечно вызывает большие вопросы ведь речь идет о государствах которые во главу угла всегда ставили демократические принципы волеизъявления граждан теперь к другой теме тоже я так сказать комментирую ее откликаюсь на большое количество вопросов которые к нам поступило от вас речь идет об обвинении властей Турции российской стороны в нарушении турецкого воздушного пространства как вы знаете комментировали это и во внешнеполитическом ведомстве России так и в министерстве обороны в частности представитель нашего оборонного ведомства дал исчерпывающие разъяснения в связи с очередными обвинениями Турции и не только ее но и эти обвинения шли по линии североатлантического альянса в так называемом нарушении российскими военными самолетами турецкого воздушного пространства пространства которые якобы произошел 29 января еще раз хотелось бы подчеркнуть никакие самолеты из состава группировки ВКС в Сирии воздушных границ Турции не нарушали кроме этого я хотел бы отметить что в связи с тем что продолжаются спекуляции турецких официальных лиц делаются заявления в СМИ пропихивается так сказать официальная точка зрения хочу отметить что Анкара до сих пор не представила каких-либо фактических объективных данных в подтверждение всех тех обвинений которые она предъявила российской стороне на прямое обращение посольства России к министерству иностранных дел Турции передать такую информацию ответа не получено направленная внешнеполитическим ведомством Турции нота протеста с изложением так сказать ее точки зрения и с изложением точки зрения или версии министерства иностранных дел этой страны а также распространенный аналогичный материал в Совете Безопасности он они просто не могут служить и не могут являться какой-либо доказательной базой также следует отметить что требования российской страны в связи с предыдущими беспочвенными обвинениями Турции собственно говоря точно так же повисли в воздухе то есть все наши просьбы уточнить предоставить информацию конкретные данные в чем же нас обвиняют и что же российская страна сделала не так все это на все эти наши просьбы мы ответа не получаем собственно говоря поэтому заявление министра иностранных дел этого государства господина Чавушаклу о цитирую ставшей характерной для России линии на непризнание фактов абсолютно неприемлемо кстати говорят также весьма примечательно что на этом фоне министерство иностранных дел и официальные высокопоставленные лица Турции посчитали себя вправе высказывать угрозы в адрес России заявляя об эскалации это тоже цитата ею ситуации в регионе и также нам еще говорят о неких тяжелых последствиях тоже цитата ну это просто какой-то шантаж в связи с заявлением турецкой стороны о том что именно опять цитирую именно в НАТО первыми зафиксировали факт нарушения воздушного пространства якобы российскими самолетами мы также запросили данные объективного контроля у руководства Североатлантического альянса однако и там каких-либо убедительных свидетельств нам пока не предоставили конечно очень печально что вот эта провокационная линия которую проводит Анкара она пользуется поддержкой Соединенных Штатов Америки и в целом Североатлантического альянса хотя говоришь НАТО понимаешь США хотя собственно говоря Вашингтон то заявляет о том что он стоит во главе западной антиигиловской коалиции и поэтому взял на себя конкретные обязательства в рамках российско-американского меморандума от 20 октября прошлого года о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии и соответственно в общем-то в данном случае у нас есть вопросы к Вашингтону Североатлантический альянс и его члены руководствуясь соображениями вот этой пресловутой блоковой солидарности по сути можно сказать покрывают деятельность Турции на севере Сирии закрывают глаза на очевидные нарушения Анкарой суверенитета этой страны мы неоднократно говорили об этой проблеме о проблеме закрытия турецко-сирийской границы как важнейшего фактора стабилизации ситуации в Сирии предотвращения в том числе и подпитки террористических организаций создается впечатление что вот все эти бездоказательные обвинения которые мы слышим в адрес ВКС России формулируются Анкарой в том числе для того чтобы найти предлог или обеспечить прикрытие для наращивания собственной военной активности в районе турецко-сирийской границы еще раз говорю свою оценку всему тому что происходит в районе этой границы мы давали неоднократно в том числе и в Совете Безопасности ООН и еще несколько сюжетов связанные с Сирией хотелось бы говорить совершенно о другом но это не наш выбор был выбор Анкары как известно на днях Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека настоятельно призвал турецкие власти оперативно расследовать инцидент с расстрелом местными силами безопасности группы подчеркиваю невооруженных участников протестов в городе Джизери на юго-востоке Турции вы наверное видели в интернете появилось абсолютно шокирующее видео этого события при этом в отношении человека который запечатлел эти события который снял их речь идет об операторе он же был ранен в ходе съемки так вот в отношении этого самого оператора были выдвинуты обвинения со стороны местных властей в пособничестве запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана здесь невозможно не согласиться с оценками Верховного комиссара ООН который заявил что съемки злодеяний не преступление а вот расстрелы безоружных людей безусловно являются таковыми мы также солидарны с призывом представителей ООН к правительству Турции провести тщательное и беспристрастное расследование этого и других событий которые привели к гибели и ранениям гражданских лиц в курдонаселенных провинциях юго-востока этого государства правозащитная ситуация как вы знаете там продолжает ухудшаться обведение многочисленных зон безопасности и комендантского часа в Джизре Суре и в других городах тяжело сказывается на социальных и экономических правах людей включая доступ к таким базовым услугам как здравоохранение питьевая вода питание электричество и так далее конечно такое положение абсолютно неприемлемо для государства которое декларирует приверженность общеевропейским ценностям в области демократии и прав человека и теперь о ситуации со средствами массовой информации в Турции будет речь не только о журналистах турецких но и о журналистах российских мы не можем не не видеть не замечать и не реагировать на усугубляющуюся ситуацию с нарушением права на свободу средств массовой информации в Турции мы не можем мириться и опять же закрывать глаза на продолжающиеся аресты и преследования местных журналистов правоохранительными органами вызывать серьезную тревогу обвинение в государственной измене главного редактора газеты Джумхуриет Джана Дюндара и шефа бюро этого издания в Анкаре Эрдема Гюля для этих представителей средств массовой информации которые были арестованы в ноябре 2015 года за публикацию материалов о поставках турецкими властями оружия боевикам ИГИЛ как вы знаете Стамбульская прокуратура требует так называемого утяжеленного пожизненного заключения пожизненный срок и 30 лет тюрьмы с особым сожалением мы отмечаем что инициатором данного судебного преследования является непосредственно президент Турецкой Республики мы удовлетворены реакцией международных правительственных организаций Совета Европы и ОБСЕ а также специализированных НПО выражаем солидарность с международным сообществом которое осуждает политически мотивированные аресты турецких журналистов и поддерживаем призывы с требованием незамедлительного их освобождения обратили внимание и во многом согласна с мнением одного из представителей турецкой общественности писателя лауреата Нобелевской премии господина Памука который обвинил Евросоюз в том что он закрывает глаза на состояние демократии в Турции потому что у Брюсселя цитирую связанные руки из-за борьбы с нелегальной миграцией и как вы знаете вчера тоже нас просили прокомментировать появившиеся в СМИ данные информации со ссылкой на посольство Турции в Москве о том что с 15 февраля турецкая сторона вводит на основе принципа взаимности визовый режим для российских журналистов при въезде в Турецкую республику в том числе для тех кто намеревается ехать в эту страну в краткосрочные командировки вот такая практика которая предполагает наличие въездной визы для осуществления иностранцами журналистской деятельности на территории Российской Федерации применяется безусловно у нас вы о ней я имею ввиду иностранных корреспондентов все прекрасно знаете в то же время я хотела бы сказать что пока от турецкой стороны никаких официальных уведомлений на этот счет по крайней мере в МИД не поступало конечно этот шаг если он таков каким его представляет турецкая сторона создает определенные сложности для представителей СМИ которые планируют в ближайшее время командировки в эту страну но еще раз я хотела бы сказать что никакой официальной информации от турецкой страны мы на этот счет не получали еще несколько тем прежде чем мы перейдем к вопросам мы часто очень получаем вопросы не только от журналистов но и по линии обычных граждан обывателей пользователей социальных сетей относительно предоставления консульской помощи российским гражданам которые оказались в затруднительной ситуации за рубежом эта тема касается которая касается или может коснуться любого человека который выезжает за рубеж поэтому я хотела бы на ней остановиться и сказать обратить ваше внимание на те ресурсы информационные где как журналисты так и граждане могут получить исчерпывающую информацию и потом просто сделать несколько акцентов которые помогут наверное надеюсь помогут россиянам выезжающим за рубеж в планировании своей поездки в том числе и с целью сделать ну минимизировать те проблемы которые могут возникнуть как я могу констатировать что наиболее распространенным или распространенными поводами для обращения временно пребывающих за рубежом граждан в российские консульские учреждения являются утрата документов задержание местными правоохранительными органами в том числе при нарушениях миграционного режима государства пребывания дорожно-транспортных происшествиях а также необходимость в оказании медицинской эвакуации при обращении в российское загранное учреждение следует иметь ввиду что его полномочия четко строго регулируется и регламентируется российским законодательством а также страны пребывания законодательством законами страны пребывания и конечно международными соглашениями далеко не все проблемы которые возникают у российских граждан за границей может решить представитель консульской службы так российские загран учреждения не могут совершать следующие действия оплачивать расходы за услуги врачей адвокатов проживания в гостинице оказывать услуги по резервированию мест в гостинице и на транспортных средствах предоставлять в долг денежные средства оформлять российским гражданам вид на жительство или продлевать визу в стране пребывания получать для них визы в третьи страны в этой связи настоятельно рекомендуем перед поездкой за пределы российской федерации внимательно ознакомиться с информацией которую мы регулярно не только размещаем но и обновляем на официальном сайте министерства иностранных дел в разделе выезжающим за рубеж также у нас активно действует консульский информационный портал и конечно следует интересоваться такими же или соответствующими разделами на сайтах наших загранучреждений в тех странах куда собираются выезжать граждане в соответствующем в соответствующем зарубежной в соответствующей зарубежной стране я также хотел бы обратить внимание на постановление правительства российской федерации от 31 мая 2010 года номер 370 в соответствии с которым российские загранучреждения могут оказать помощь возвращению в Россию гражданам российской федерации которые оказались на территории иностранного государства без средств к существованию в исключительных случаях под исключительными случаями понимаются ситуации при которых возвращение в Россию граждан будет способствовать устранению непосредственной угрозы их жизни в случае утраты за границей паспорта истечения его срока действия следует обращаться в ближайшее консульское учреждение для оформления временного документа удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации так называемого свидетельства на возвращение немного статистики чтобы вы понимали что эта работа очень активно ведется в 2015 году было выдано практически более 12 тысяч если быть точно 12 тысяч 670 таких свидетельств отмечаем что в последнее время увеличилось количество случаев медицинской эвакуации российских граждан с территории иностранных государств консульские сотрудники отвечают за своевременную подготовку всех документов и организацию эвакуации с учетом временных ограничений объективных сложностей взаимодействия с местными медучреждениями необходимости согласования всех действий с родственниками пострадавших и так далее при непосредственном участии российских консульских учреждений опять же немного статистики в 2015 году организована медицинская эвакуация 37 россиян из-за рубежа еще раз мы настоятельно рекомендуем оформлять медицинскую страховку в любом случае даже если она не требуется для получения визы или въезда в ту или иную страну и конечно оформляется страховку нужно принимать во внимание индивидуальные особенности человека возраста и так далее и так далее состояние здоровья и так далее отсутствие страховки может обернуться крупными расходами на оплату медицинской помощи оформляя страховой полис тоже большая просьба узнавать какие медицинские услуги вам обязаны предоставить в стране пребывания при наступлении страхового случая а также интересоваться какова процедура их получения и оплаты ведь иногда нужно оплатить визит к врачу самостоятельно а потом только на основании предоставленных чеков и квитанции потраченные денежные средства возвращаются через страховую компанию вот эти все нюансы конечно никто не продумывает до поездки мы все живем ожиданиями либо отдыха отпуска либо чего-то интересного посещения достопримечательностей и мы конечно не знаем наверняка когда и где с нами что-либо может случиться но обращая внимание на все эти нюансы мы как раз хотим чтобы люди чтобы граждане которые выезжали за рубеж максимально подстраховались и с целью минимизировать возможные негативные последствия в случае наступления подобных подобных проблем я хотела бы также сказать что в конце 2015 года вступили в силу поправки федеральное законодательство которые установили минимальные требования к правилам страхования лиц выезжающих за рубеж в том числе по страховой сумме договоров добровольного страхования что на наш взгляд будет способствовать повышению качества защиты прав российских граждан за рубежом в случае поступления в консульское учреждение информации о задержании российского гражданина консул может рекомендовать ему квалифицированного адвоката переводчика содействовать в восстановлении контактов с родственниками близкими а также наблюдать за ходом судебных заседаний и соблюдением процессуальных норм я хочу сказать что помимо того что обязан делать дипломат представитель консульского учреждения посольства по закону безусловно есть еще человеческое отношение мы знаем о том что у нас нам есть еще над чем работать мы над этим работаем мы работаем с обращением граждан какие-то из них критикуют нас какие-то наоборот благодарят поэтому всю информацию мы анализируем мы благодарны средствам массовой информации которые держат эту тему на плаву но еще раз говорю конечно вот с точки зрения вопросов медицины и страховки обращаем на это особое внимание и еще одна тема завершающая мою вступительную долгую затянувшуюся часть но она любимая о пропаганде вы наверное причем речь идет речь пойдет сегодня не в целом о пропаганде потому что об этом можно говорить бесконечно речь пойдет о что уж тут говорить пропаганде королевского качества о последних заявлениях которых мы слышим из Лондона вы конечно знакомы с нашей реакцией она прозвучала на различных уровнях по различным поводам а их было очень много за последнее время в частности одни высказывания последних дней господина Хэммонда чего стоит здесь конечно мы конечно делаем все чтобы держать себя в руках чтобы вы нас не обвиняли в том что МИД перестал говорить дипломатическим языком силы уже конечно на исходе хотелось бы немножко вообще разобраться что происходит вот такое впечатление что наши британские коллеги все время вот особенно последнее время ну это в принципе за ними водится но последнее время пытаются убедить как британскую общественность так и мировую уже в в такой агрессивной российской внешней политике и вообще представить Россию как такое воплощение вселенского зла это все это на мой взгляд это уже давно переплюнуло к стандарту холодной войны это уже какой-то совершенно новый новый уровень информационной агрессии и конечно здесь сто процентов если еще раньше у кого-то могли быть какие-то сомнения то сейчас сто процентов мы можем говорить о абсолютной смычке между официозом я имею ввиду официальный Лондон и средствами массовой массовой информации Великобритании то есть здесь у нас сомнений уже нет я вообще удивлена если или могут ли быть сомнения вообще у кого-либо о том что такая смычка есть вот при каждом то есть понимаете мы же прекрасно понимаем мы же видим что это не просто какие-либо факты которые затем проверяются средствами массовой информации или наоборот факты которые предоставляются средствами массовой информации в Великобритании а потом подтверждают или опровергаются официозом нет речь идет о спланированных информационных компаниях в которых фактом места уже давно нет речь идет о просто каких-то политических клише тезисах которые как будто разрабатываются специально потом внедряются потом подгоняются какие-то те или иные данные дается зеленый свет каким-то например судебным делам разбирательством либо потом тормозятся и так далее и так далее вот хотелось бы просто остановиться подробно на нескольких примерах вот например позиция наших британских коллег по Сирии вот с чем связан этот подъем творческого вдохновения то что мы слышим это же конечно абсурд в частности эти заявления о российском военном вмешательстве в Сирии и о том что чуть ли они и или наши ВКС или вообще наши действия стимулируют гражданскую войну в этой стране вот просто я хочу напомнить вот тем кто пишет на эти темы сколько лет мы уже наблюдаем конфликт гражданское противостояние внутри Сирии и когда подключились ВКС ВКС подключились в осенью 2015 года тому что происходит в Сирии уже несколько лет более 4 наверное уже там около 5 лет ну как бы есть же какие-то просто ну не знаю правила журналистики но нельзя же заниматься таким оболваниванием людей мало того ну что говорить это не только наша позиция это уже признано это звучало в оценках и политических деятелей и официальных представителей что без российского военного вмешательства Сирии собственно говоря вряд ли бы запустился венский процесс большие сомнения о том что удалось бы вообще не только сформировать но и поставить вопрос вообще о создании МГПС кстати говоря и вот те женевские переговоры пусть так как они шли пусть к сожалению отложены но и они вряд ли были бы достижимы если бы абсолютно четкие решительные действия Российской Федерации на этом направлении как-то вот мы не слышали и не видели никаких даже тенденций которые бы были или намечались в мире на этом направлении до сентября октября 2015 года так собственно говоря какой же логикой руководствуется Лондон когда инкриминирует Россию вину в некой эскалации гражданской войны в Сирии то есть благодаря нам сформировано и прошли несколько встреч сирийской оппозиции это Москва Каир и многие другие площадки именно кстати говоря представители этих групп первыми приехали сейчас в Женеву представители этих групп подключились к переговорам без каких-либо предварительных условий за этим стояли многолетние усилия Российской Федерации которые принесли свой результат та часть домашней работы которую взял на себя Запад я говорю об том числе о формировании так сказать Ирлиятской группы оценку ему я дала в самом начале нашего брифинга предварительные условия как сказал Сергей Лавров бесконечные капризы и это просто при том что их спонсорами являются такие воротилы международных отношений как Соединенные Штаты Америки так сказать лидеры на сегодняшний день и что же это за взаимоотношения между крупнейшими столицами мира и оппозиционными группами когда эти оппозиционные группы диктуют свои условия так сказать сильнейшим государством мира я думаю что в принципе даже и логику в этих обвинениях искать не стоит это просто есть пропаганда классическая в самом классическом ее проявлении я просто хочу также напомнить что вообще серьезный разговор о том чтобы начались действительно реальные бомбардировки нефтяной инфраструктуры ИГИЛовской вот эти реальные и разговоры и практические действия тоже начались после операции ВКС что-то до этого действующая более года коалиция так сказать не была замечена в уничтожении нефтяной инфраструктуры ну видимо в Лондоне об этом не знают не хотят знать это не вписывается в эти информационные компании дальше следующий тезис который мы постоянно слышим из Лондона он связан с абсолютной дезинформацией которая регулярно и в официальных заявлениях и в средствах массовой информации прокручивается о жертвах так называемых бомбардировок ВКС среди мирного населения которые бесконечно идут со ссылкой на лондонскую сирийскую обсерваторию прав человека я просто еще раз хочу напомнить за этой структурой стоит человек который переехал в Великобританию после отбывания в Сирии трех тюремных сроков вот эта структура так сказать стала доминирующей формирование информационного поля по этому вопросу ну это же абсурд если мы говорим с точки зрения логики реальной журналистики но это абсолютно не абсурд если мы говорим о пропаганде и формировании информационных компаний вот это вот декларируемое Лондоном внимание гуманитарной составляющей сирийской проблемы конечно его можно только приветствовать но проблема то в чем что дискриминацию либо проблемы на гуманитарном треке в самой Сирии в Лондоне видят и отслеживают ежедневно в то же время те беженцы которые пришли по этим же самым гуманитарным предлогам по гуманитарным причинам непосредственно в Великобританию и в саму Европу вот с ними можно подождать их их судьба тех людей которые уже там находятся она менее интересная чем судьба далекой Сирии конечно целый залп сейчас он идет в той же самой агрессивной манере всеми теми же средствами это конечно целый блок такого информационной атаки по нескольким направлениям это подготовленные фильмы о коррупции как вы знаете это конечно дело Литвиненко давайте разберемся отдельно опять же вот можно было бы поверить что ведущие британские СМИ заинтересованы и делают все для того чтобы Россия преодолеть очень страшный недуг коррупцию от которыми действительно страдаем можно было бы в это поверить только знаете есть один нюанс как бы с одной стороны фильмы снимаются про коррупцию а с другой стороны мы уже привыкли что все грязные деньги оседают именно в Лондоне и мы это прекрасно знаем то есть все те кто за коррупцию обвинен в России там являются лучшими друзьями и принимаются так сказать в самых респектабельных кругах то есть как неувязочка какая-то причем кстати говоря мы же давно рекомендовали и задавали вопрос представителям британских масс-меди почему они не интересуются тем как грязные российские деньги попадают в Лондон почему-то это их не интересует кто в официальном Лондоне дает добро на то чтобы обвиненные в коррупции граждане России находили такую уютную гавань не только в столице Великобритании но вообще в этой стране вот это никого не интересует ну про по делу Литвиненко тут как бы вообще все понятно одни и те же материалы одни и те же вбросы одни и те же источники цитируются заявлением вот этих бесконечных каких-то перебежчиков которые существуют на деньги британских спецслужб конечно я считаю что ярчайшей жемчужиной в этой короне стало шоу телеканала BBC третья мировая война в командном пункте ну это просто это просто мне кажется наверное если есть такие курсы пропаганды наверное это проходит где-нибудь на втором курсе мне кажется я думаю что вы знаете о чем идет речь речь идет о сериале о шоу в котором разыгрывался сценарий военного конфликта между Россией и Латвией с применением ядерного оружия специально то есть вы знаете историю так сказать и все знают а уж тем более Великобритания знают историю непростую историю российско-латвийских отношений и историю России и вообще стран Прибалтики вот эта история непростая и мы никогда не говорили что она простая и мы делаем все для того чтобы эти отношения стали нормальными добрососедскими для чего же вы делаете такие вещи но это же и есть пропаганда чистой воды в этот непростой момент моделировать у людей восприятие или образы моделировать образы возможного ядерного удара по сопредельным с Россией странам конечно это все звенья одной и той же информационно-пропагандистской кампании это отработка бюджета и мы знаем и никто это не скрывает что ряд так называемых независимых средств массовой информации в Великобритании спонсируется из бюджета из госбюджета этой страны и кстати говоря это почему-то считается абсолютно нормальным я просто хотела бы сказать что вот к официальному Лондону наверное здесь вопросов должны быть в меньшей степени политика государства она странная она не идет на пользу развитию двусторонних отношений она не идет на пользу безусловно общению людей это само собой у меня другой вопрос у меня вопрос к средствам массовой информации вот вам никогда не хотелось британским средствам массовой информации вам никогда не хотелось провести свое независимое расследование дело Литвиненко или например смерти Березовского а вот очень интересная кстати говоря тема коль скоро постоянно поднимается вопрос Крыма а вот вы например не хотели призвать свои власти официальный Лондон к рассекречиванию файла фориан офиса который относится к середине 19 века к временам например Крымской войны мне кажется мы бы очень много узнали вообще о принципах на которых действует Великобритания но это видимо этого никогда не случится к сожалению складывается что вот эта журналистика в стиле медиа империи Мердека вот это и есть та самая журналистика которая сейчас в Англии преобладает вот тоже вопрос который хочется адресовать вот к средству массовой информации вот Великобритания вам не противно что вас так используют вот в этой информационной войне вам никогда не стать генералами вы всегда будете на уровне рядовых а потом вас же собственно говоря выбросят за ненадобностью используют и выбросят и я готова ответить на ваши вопросы есть вопросы нет тогда переходим будьте добры телевидение саппора сегодня в японских сми была информация о том что 15 февраля в Токио заместитель министра иностранных дел Игорь Маргулов будет встречаться со своим японским коллегой и речь пойдет о подготовке встречи Абы и Путина вы можете это подтвердить я могу подтвердить что представители российского внешнеполитического ведомства поддерживают тесный контакт с своими японскими коллегами по целому ряду вопросов что касается визитов на высшем высоком уровне то по традиции комментируют те ведомства представители которых планируют совершить такие визиты или провести подобные встречи что касается пребывания господина Маргула с визитом с рабочим визитом в Японии мы вас дополнительно о нем проинформируем да пожалуйста спасибо значит на фоне ухудшающихся по вине турецкой стороны российско-турецких отношений недавно прозвучала просьба из Анкары со стороны президента Туртия-Артагана о встрече с президентом России на что ответа дано не было хотелось бы знать не прозвучала ли аналогичная просьба о встрече с российским министром иностранных дел со стороны Мяблюда Чавушогу вы знаете никаких никакой подобной информации у меня нет никаких планов насколько я знаю на сегодняшний момент подобной встречи тоже нет я имею ввиду встречу министра иностранных дел России с какими-либо турецкими коллегами но как вы знаете мы мы повторяли нашу позицию официальную по ситуации с российско-турецкими отношениями неоднократно вы отметили о том что ситуация ухудшается ухудшаются двусторонние отношения ничего не сделано российской стороной для того чтобы двусторонние отношения ухудшались либо деградировали как вы знаете все идет из Анкары к нашему глубочайшему сожалению потому что это все действительно деструктивно да пожалуйста собственно уточняющий вопрос по фильму BBC поскольку там нападение на Латвию происходит вопрос такой уже заговорили о том что это новый жанр там смешиваются художественные вымысел и действующие лица реальной политики хотя и в прошлом да то есть и как вы считаете считаете ли вы допустимым участие пускай бывших политиков подобных фильмов и остается будет ли это предметом обсуждения внешних ведомств Британии и России или может быть Латвии я думаю что что касается участия тех или иных политиков нынешних или действующих в подобных в подобных проектах конечно безусловно мы придерживаемся того мнения что это предмет или решение остается исключительно за самим человеком никто не может ему запретить давать интервью участвовать в какой-либо программе конечно если это программа в рамках закона и так далее ну мне кажется что нужно понимать конечную цель которую преследуют эти проекты какой проект преследовал преследовал шоу которое мы видели на BBC какую цель какая задача стояла ведь она не имеет к журналистике никакого отношения если это развлечение вот такое то нужно соизмерять степень ответственности перед аудиторией при том что есть свобода средств массовой информации свобода слова свобода самовыражения есть еще понятие ответственности и понимание того чем мотивируется средство массовой информации в том или ином случае какова цель подобных подобного шоу на мой взгляд кроме разжигания ненависти между людьми кроме того чтобы кроме нагнетания колоссальной истерии у небольшой страны да которая не обладает ядерным оружием ничего другого за этим шоу не стоит вы понимаете многие например рассуждают с точки зрения рейтингов что есть рейтинговые передачи и так далее я вам хочу сказать что самые наверное большие рейтинги будут ну не знаю могли бы быть у передачи связанных с насилием здесь-то какая цель зачем это все делается мало того ведь все это происходит на фоне определенных международных декораций мы видим какая сейчас непростая ситуация в международных отношениях мы видим как можно быстро не просто ухудшить а свести практически на нет двусторонние отношения далеко не надо заходить за примерами мы сегодня о них говорили и как сложно их восстановить но еще сложнее восстановить доверие между людьми все что мы видим и конкретно вопрос связанных с BBC это подрыв того доверия которое должно было бы выстраиваться между людьми это как раз действует и основная цель ударить по обывателям по обычным гражданам и под ударом находятся не политики под ударом находятся обыватели я вообще себе не представляю если бы я жила в Латвии и если бы я смотрела этот фильм эту передачу и если бы мне канал ранее уважаемый я подчеркиваю ранее уважаемый рассказывал о том что в отношении моей страны моего народа может быть совершен ядерный удар я даже не представляю в какой бы панике я находилась конечно тут тут начинают возникать любые идеи тут пойдешь за что угодно проголосуешь и за размещение ядерного оружия и за то чтобы вырыть любой котлован между двумя странами но это же ну нужно же понимать для чего это и кто стоит за этими передачами поэтому все это вызывает уже не просто сожаление это вызывает отвращение потому что еще раз повторю мы всегда рассматривали страны Прибалтики в качестве дружественных в качестве соседних государств нас очень многое связывает и хорошего и плохого мы хотели преодолеть это плохое мы хотели нарастить это хорошее мы хотели и кстати говоря это происходило посмотрите какие культурные обмены вы посмотрите какое количество в том числе российских граждан приобретают собственность приезжают отдыхают страны это все не нужно да это все не нужно но как мы видим это не нужно в Великобритании это нужно нашим странам это нужно России это нужно трём прибалтийским государству но это все очень сильно нервирует это все очень сильно раздражает тех кто не заинтересован в хороших добрососедских связях между нашими странами и используют эти исторические сложности и проблемы между нами в своих целях и самое ужасное две вещи первое что страдает обыватель и второе что используется средства массовой информации и еще у вас был вопрос я представитель внешнеполитического ведомства я ответила на ваш вопрос это и есть наш комментарий да пожалуйста я хотел задать вопрос по поводу гуманитарных коридоров в Сирии в ходе телефонового разговора между сергеем лавровым и джона кири по вашему заявлению митовская была достигнута договоренность о представлении гуманитарной помощи городам которые находятся под блокадой восточным путем не могли бы прояснить как это будет случиться когда второй вопрос глава мида турции заявил сегодня что под задействие российских амбардировых из-за лепо сейчас идет большой поток беженцев он назвал цифру возможно 300 тысяч людей не могли бы это прокомментировать спасибо что касается телефонов разговора сергея лаврова и джона керри то я могу вам сказать что мы опубликовали комментарии и действительно речь шла о необходимости принятия срочных шагов как со стороны правительства сирии так и оппозиции с целью обеспечить под эгидой организации объединенных наций гуманитарный доступ в блокированные как правительственными силами так и отрядами вооруженной оппозиции районы страны и как вы правильно отметили в этом контексте главы внешнеполитических ведомств договорились о согласовании возможных с координированных действий по доставке гуманитарной помощи в соответствующие районы сирии воздушным путем с использованием средств военно-транспортной авиации как это будет сделано только предстоите предстоит решить и сейчас речь идет о том чтобы проработать подобную возможность что касается заявления турецкой стороны о том что увеличение количества беженцев то хотелось бы так сказать понять о чем конкретно идет речь мы знаем цену турецким заявлением особенно когда касается дело конкретных ударов по конкретным туристическим целям на территории сирии каждая конкретная конкретная победа на той или иной туристической ячейкой на сирийской территории вызывает у анкары нервную реакцию так сказать о причинах этого остается только догадываться а может быть уже не догадываться мне кажется мы вполне открыто об этом говорим так еще вопросы да пожалуйста биби си виктори нехезина можно ли вернуться к словам джона керри еще раз не могли бы вы прокомментировать его слова о том что сирия и россия все-таки добиваются военного а не политического решения конфликта сирия и россия добиваются военно в первую очередь военного а не политического как сказал джон керри да ну вам с какого места начать мы эту тему очень много говорили говорим об этом ежедневно нашей конечной целью нашей важнейшей наиважнейшей целью является политическое урегулирование в сирии мы говорили о том что конечно военного решения вот этого политического достижения политического урегулирования добиться нельзя потому что это две вещи друг другу противоречащие речь идет о борьбе с терроризмом наша цель в данном случае была заявлена была открытой и мы никогда не путали одно с другим мы всегда отличали от террористов от оппозиционеров мы всегда говорили о том что даже то и мне кажется это есть лучший аргумент один из неплохих аргументов на слова керри мы всегда говорили о том что даже та оппозиция которая взяла оружие в сирии придя к выводу что политические методы исчерпываны хотя это вызывает конечно сожалению но эта оппозиция не рассматривается нами как террористы и что она договороспособная и что с ней нужно вести политический диалог мы всегда отделяли вот эту самую вооруженную оппозицию от террористов поэтому цели наши в сирии четкие они никогда не менялись они связаны конечно с борьбой с террористическими организациями потому что это общие угрозы это не вопрос только сирии это вопрос в том числе нашей безопасности региональной и общемировой безопасности одновременно мы на протяжении всего этого времени это речь идет не о начале операции вкс а вообще несколько лет говорили о необходимости политического урегулирования мирными средствами мирными средствами я хочу напомнить в том числе нашим американским коллегам через вас что ведь это именно соединенные штаты америки были на пороге начала бомбардировок сирии разве это не так или это кто-то забыл в госдепе и единственной возможностью отодвинуть вот эту самую очередную катастрофу по примеру ливийской или иракской стала российская инициатива о химической демилитаризации и эти люди нам сейчас говорят о том что мы выступаем за военное решение сирийского вопроса не смешите меня да пожалуйста добрый день 3 диране аль-жазира как бы прокомментируете ли какова будет каков будет ответ мида на обвинение в адрес россии которые звучат сегодня о том что россия подрывает женевские переговоры бы то путем усиление военной кампании в серии усиление бомбежки и хотелось бы еще вернуться к заявлениям министр иностранных дел великобритании которые винил россию в том что она пытается создать оловицкая маленькое государство внутри сирии вот это один вопрос и второй пожалуйста вот россия заявила что нет не оставить без внимания нарушений со стороны турции соглашение об открытом небе каким может быть ответ российской федерации по этому небу я думаю что наши коллеги из министерства обороны дадут развернутые результаты извините развернутые комментарии они уже неоднократно это комментировали это все-таки большей степени их специфика что касается обвинений в том что россия сорвала я правильно что россия сорвала женевский переговоров а можно спросить а что конкретно имеется в виду на сегодня конкретно мы как конкретно российская сторона так сказать подорвала женевский процесс вот конкретно как сегодня только еще на в лондоне конференция банки мун генеральный секретарь и он заявил о том что усиление бомбардировки сирийских городов она подрывает женевские переговоры это только сегодня было заявление вы знаете мы не речь идет о том что если если речь идет о том что усилия вкс каким-то образом нарушают что-то там и подрывают то здесь очень интересная логика прослеживается действия вкс исключительно и только направлены на уничтожение террористов если те кто встал в позу в женеве после того как по инфраструктуре террористов была нанесена были нанесены соответствующие удары то тогда встает вопрос а вы кого представляете вы представляете сирийскую оппозицию или этих террористов вот какой вопрос то напрашивается и я хотел бы еще раз подчеркнуть что свою часть работы которая была связана с консолидацией сирийской оппозиции российская федерация делала и сделала все для того чтобы эти люди приехали в женеву первыми сели за стол переговор не выдвигая никаких предварительных условий я хотел бы еще раз обратить внимание мы об этом говорили и самое главное говорили наши коллеги в госдепе что их часть работы связана с подключением другой группы оппозиции сирийской оппозиции но так если та группа сирийской оппозиции которая как я уже сказал встала в позу начала капризничать и заблокировала дальнейшее движение вперед так сказать подчиняется тем или иным западным спонсорам тогда вопрос так не значит они не доработали мы тут причем вот понимаете здесь здесь все таки нужно разобраться в этой в этой в этой проблеме и четко отделять все компоненты дальше по поводу обвинений господина хэммонда или как многие говорят хаммонда ну я по моему сейчас вот минут десять говорила о том что собой просто представляет заявление лондона в совокупности с усилиями британских средств массовой информации и это туда же эти заявления туда же по одной простой причине мы несколько лет говорили на всех переговорах открыто публично в ходе переговорных процессов и многосторонних форматов о том что наше понимание будущей сирии которое должно формироваться безусловно усилиями сари самих сирийцев их выбора но наше понимание сводится к тому что сирия должна быть много конфессиональным светским государством в котором которым действовали бы демократические принципы и каждый раз подчеркивали что безусловно это государство должно быть целостным и единым о каком создании каких-то анклавных государств или отделение каких-то территорий может идти речь наша позиция была подчеркнута российским руководством на всех уровнях как еще можно объяснить лондону и тем кто так сказать говорит обратное о том что мы исключительно и только видим сирию единым территориально целостным государством и многие наши усилия в том числе политические направлены именно на достижение вот этого фактора да пожалуйста вы я дам вы не верите своему счастью здравствуйте мария владимировна борис анзов медиа мост болгария мой первый вопрос чем на ваш чем на ваш взгляд обосновывается связывается такая агрессия или атака со стороны английских средств массовой информации какие цели преследуются и второй вопрос вы помянули о том что очень много черные деньги и находится в англии если такая статистика сколько денег вывезено спасибо что касается денег это конечно к соответствующим нашим компетентным ведомствам я думаю что хороший вопрос надо кстати говоря вот я постараюсь уточнить ну и вы так сказать направьте направьте вопрос но опять же это вопрос британским средствам массовой информации я кстати говоря видела много и репортажей попыток проанализировать как вообще отмываются деньги на территории великобритании откуда они приходят в каком количестве ну можно отдельно снять фильм на этот счет что касается того какие цели преследуют но я об этом сказала я могу еще раз повторить я об этом очень много говорила ведь вы понимаете нам же сказали четко и повторили это несколько раз имейте в виду когда так сказать разговаривали по поводу и участие и в нее не участие по поводу сирийского кризиса так далее и наконец-то нельзя проговорились ли или специально сказать сложно сказать в ходе одних переговоров нам сказали что чем повторили несколько делегаций из разных стран запомните восприятие возник важнее реальности и мы сделаем все чтобы сформировать соответствующее восприятие и люди будут верить в том что вы бомбите гражданских лица они террористов что вы разрушаете гражданскую инфраструктуру что ваши танки я так думаю полагаю не из этого исходить что ваши танки находятся на украине и так далее так вот этим как раз к сожалению и занимаются те кто делают подобные заявления а средства массовой информации просто услужливо в этом подыгрывают за деньги или без денег это вопрос не ко мне да пожалуйста я знаю вы будете спрашивать о курдах а россия как рассматривает если и ракского курсан сделает референдум у россии какие позиции будет второй вопрос 10 февраля в москве откроет представительства сирийского курдистана официально соглашение с российской стороны не оформляется могут быть какие то проблемы из этого россия насколько помогает им спасибо ну что касается проведения референдумов то как вы знаете это компетенция соответствующего государства и конечно воле изъявления народа этого государства что касается курдского народа то мы выступаем за реализацию его законных прав и интересов в рамках существ существующих национальных границ это наша позиция и а что касается открытия представительств тех или иных регионов зарубежных государств то россии я имею ввиду территорию на территории российской федерации то российское законодательство этого не предусматривает если есть какая-либо заинтересованность регионов территории и так далее так далее в подобном подобном либо каком-то открытии представительства то могут быть законные легальные формы как например форма какой-либо организации ну например нпо и это было бы и это отвечает нормам российского законодательства да пожалуйста адам агентство сана мария владимировна пожалуйста международное сообщество очень волнуется и сочувствует сирийцев которые живут в тех районах которые называют называются как будто они по досады государственными войсками но почему-то не волнуются об этих насилия об этих людей которые живут в этих городах что они под попали под как как живой шиты у террористов и не требует их освобождения от этого залога спасибо ну вы вы как бы задаете вопрос который адресован не мне если это кто-то да если это это кстати говоря этот же вопрос мы очень часто адресовали нашим коллегам поэтому в данном случае мне кажется стоит адресовать вопрос тем кто исповедует эту логику мы считаем что вот в гуманитарных вопросах не должно быть двойных стандартов самое страшное когда тяжелейшая гуманитарная ситуация становится заложницей или используется в политических целях это к сожалению норма сегодняшнего дня когда на бедственном положении людей выстраиваются те или иные политические концепции либо продвигаются те или иные политические интересы людей которые вообще не имеют никакого отношения в частности к народу сирии вот я же привела пример вот эта вот структура по наблюдению за правами человека в сирии да который дает даже нельзя назвать что она дает однобокие данные эти вот эти вбросы данными назвать нельзя в то же время она приспокойно действует и на нее ссылаются все ведущие средства массовой информации почему на каком основании почему вы выбрали эту структуру для возможного цитирования я знаете пример вам один приведу кстати говоря очень такой показательный я несколько лет назад еще будучи заместителем директор департамента информации печати начала общаться по рабочим вопросам с одним из ведущих западных информационных агентств и они просили меня давать им комментарии я давала комментарии какие то так сказать под запись какие то не под запись вы знаете я должна была у них пройти три стадии подтверждения того что на меня можно цитировать что меня можно цитировать у их руководства три уровня нужно было пройти для того чтобы говоря по-английски я была это я занимающая официальную должность и тут вдруг это ну что там пиццерия да как как мы об этом говорили становится основным поставщиком информации о гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в силе как такое может быть ну конечно это все элементы этой колоссальной информационной пропагандистской компании других объяснений просто быть не может да пожалуйста газета хюриет госпожа захарова у меня опять самолетами вы только что сказали что анкара утверждает что передала вам информацию я не передала вам что не передала вам мы говорим о том что несмотря на наши просьбы неоднократные предоставить нам фактуру которая бы подтверждала якобы имеющий место нарушения российской авиационной техникой воздушного пространства Турции никакой информации мы от турецких коллег не получали да я ошибся не передала хотел сказать вот исходя из этого месяц назад вы сказали что дипотношения между двух стран в принципе они не нарушены они есть так почему получается так что вы не можете согласовать этот вопрос потому что это повторилось еще и с су-24 этим трагическим случаем тогда тоже хотя господин коношенков говорил о объективном наблюдении вот этого объективного наблюдения тоже и с российской стороной почему то не появляется все фломастеры показывается на экранах где этот принтер почему он не работает чтобы показал объективного наблюдения чтобы не были всяких сломанных телефонов между странами спасибо вы меня просто покорили почему я просто хочу вам напомнить буквально вот в течение суток у нас развивался очередной сюжет с нашими турецкими коллегами которые не разрешили нашим представителям участвовать в программе открытое небо вы взаимосвязи не не видите вот что фломастера не показывать наши эксперты собственно говоря по имеющимся международному соглашению и хотели так сказать провести соответствующий инспекционный полет это к вашему вопросу о данных о фломастерах и турецкие коллеги запретили это делать я спрашиваю о динамическом процессе я вам еще раз говорю что есть законный механизм которым наши коллеги из министерства обороны хотели воспользоваться так же как они пользуются этим правом с другими государствами и как другие государства пользуются этим правом в отношении российской федерации это нам турецкие коллеги не разрешили и не дали воспользоваться этим правом это во-первых во-вторых что касается дипломатических отношений и того что информация не предоставляется у нас не было никогда разрыва дипломатических отношений я имею ввиду после трагического случая когда был сбит российский самолет над сирийской территории вооруженными силами турции поэтому здесь говорить об этом тоже как то и не уместно и оправдываться за это или давать дополнительную информацию это как бы тем вообще не обсуждается я говорю о том что мы запрашиваем объективную информацию у наших турецких коллег о возможности передачи тех или иных данных мало того мы запросили еще по линии североатлантического альянса на который ссылается и к которому постоянно бегает жаловаться или там не жаловаться турецкая сторона этих данных мы не получили почему вы как турецкое издание наверное вам будет сподручнее у турецких дипломатов об этом спросить мы спрашиваем я сегодня эту тему подняла это же тоже не так сказать не только для вас это в том числе для анкары потому что если нам не дают тогда когда мы спрашиваем по дипломатическим каналам может быть нам дадут тогда когда мы этот вопрос поднимаем публично поэтому мы готовы и свои данные предоставлять мы готовы и получать эти данные для того чтобы был предмет разговора но нам эти данные не дают а потом еще один момент а почему эти данные вам не дают вот мы слышим такое количество заявлений от турецких официальных лиц просто на любую тему мне кажется вполне логично было бы предоставить эти материалы средства массовой информации нет дается политические оценки а фактура не дается почему я не могу сказать это вопрос к турецкой стороне я добавочный вопрос скажу вот только сегодня утром спикер турецкого мида повторил что данные были даны это что за ситуация такая как вы не получили их где они потерялись вам дипломатично сказать ну я не знаю как хотите ну вот а мы говорим что не даны не просто не говорим а мы просим публично у турецкой стороны их предоставить повторяю ведь помимо всего прочего у нас есть еще два дополнительных субъекта в данном случае первый это нато не по нашему желанию а потому что именно к нато обращены просьбы турецкой стороны быть я не знаю там арбитром или подключиться к этой ситуации нам по линии нато тоже никто не предоставил соответствующей информации но как я сказал есть еще один игрок это вашингтон с коту который возглавляет коалицию соответствующую куда входит турции и с которым мы подписали соответствующий договор и возможно эти данные есть у вашингтона кто знает мы эти данные не получали вот понимаете как вот именно поэтому мы выносим это в публичную плоскость говоря вам о том что этих данных нет да пожалуйста галета сахипони про к ндр значит про возможность запуска ракетоносителей уже появилось и официальное заявление я прочитал но про ядерное испытание то есть в нью-йорке сейчас обсуждается как ответить на ядерное испытание к ндр и но уже месяц прошла прошло после ядерное испытание почему так долго долгое время называется в чем заключается трудности и какая позиция занимается российской федерации спасибо ну наша позиция четко по этому вопросу я просто не буду ее повторять то что она не претерпела никаких изменений по денюклеризации корейского полуострова что касается работы которая ведется на оновской площадке то как вы знаете так сказать она включает не только россию но и другие стороны которые вовлечены мне сложно сказать чем вызваны как вы говорите с вашей точки зрения имеющий место там не оперативность решения вопросов как вы знаете свою страновую реакцию реакцию в нашем страновом качестве мы дали незамедлительно и регулярно возвращаемся к этой теме когда она того требует поэтому вот по по нью-йорку я думаю что здесь просто возможно вопрос в том что возможно могу предположить что возможно просто нужно проработать более детально и иметь на руках всю полноту информации для того чтобы действительно задействовать совбезовский механизм который является действительно ну как вы знаете так сказать наивысшим уровнем реагирования государства на ту или иную проблему я думаю что скорее всего речь упирается в то что сейчас идет просто проверка исходных данных информации для того чтобы кстати реакция была абсолютно объективной да пожалуйста добрый день мария владимировна или я петренко пару вопросов от рашка да и телеканала американцы вот анонсировали недавно планы по увеличение в европе расходов на оборонку в четыре раза скажите просто мы как на это планируем реагировать москве и если мы будем как-то отвечать на такие вызовы не боитесь ли вы повторения сценария гонки вооружений в конце советского периода и вот еще по сирии вы уже затрагивали момент с обвинениями москвы точнее обвинениями против москвы в срыве переговоров в женеве вот вы в начале вашего выступления сказали что очевиден созидательный курс внешней политики россии так вот если операция военная наших вкс является таким камнем преткновения то не считаете ли вы что может быть стоило внести какие-то коррективы или действительно приостановить его ради того чтобы переговоры продолжались вот и не было такой паузы спасибо ну мы опять возвращаемся давайте начнем со второго вопроса мы опять возвращаемся как бы первоистока еще раз целью операция вкс в сирии является борьба с терроризмом если кому-то это не нравится это совершенно не означает что в эти планы должны вноситься коррективы нужно задавать наоборот вопросы к тем кто высказывает свое недовольствие а почему вы получается де-факто поддерживаете террористов есть еще один очень важный момент ведь все участники так называемого венского формата а потом уже и с помощью проведения соответствующей резолюции принятия соответствующей резолюции сайте безопасности он это уже стало так сказать общем мировым делом и общем мировым признанием все признали необходимость борьбы с международным терроризмом на территории сирии и никто этих постулатов никто этого условно говоря задание выданного совбезом не отменял с какой же стати мы должны идти на поводу у тех кто считает что терроризму в сирии быть что касается я так правильно поняла планах соединенных штатов по увеличению расходов на военную деятельность да был ваш первый вопрос ну мы как вы правильно сказали регулярно к этой теме к сожалению возвращаемся уже комментировали те планы в частности пентагона по наращиванию в семнадцатом году в четыре раза расходов на военную деятельность речь идет о военном театре извините о военном театре европейском все это проходит под предлогом сдерживания россии и и недоумение и уже какую-то брезгливость вызывает то что во первых все это проводится в очень агрессивной манере все это проводится под предлогом некой потенциально возможной российской агрессии все это создает как мы слышим из этих заявлений почву для разворачивания военного планирования против россии и для принятия каких-либо практических шагов по приближению военной инфраструктуры к российским границам что касается того что вы сказали вашей обеспокоенности новой гонкой вооружений то мне кажется об этом многократно говорила российское руководство и наши военные эксперты ни в какую новую гонку вооружений никто втягиваться не собирается не догонять не обгонять не перегонять не будет конечно отвечая на ваш вопрос хотелось бы напомнить и нашим коллегам из вашингтона из брюсселя что любые любые недружественные шаги и попытки давления на россию со стороны как сша так и нато конечно они получат адекватный ответ как политика дипломатический так безусловно и в сфере обороны мне кажется что ни у кого не должно быть каких-либо сомнений в том что для обеспечения своей безопасности россии будет сделано все необходимое еще раз говорю что мы за мир да пожалуйста добрый день мария владимировна агентство спутник леонид свиридов это тот самый знаменитый господин свиридов да я не знаю какой знаменитый вы говорите но возможно да это я вопрос сегодня два связаны они с польшей буквально час может быть полтора часа назад в варшаве министр обороны польши антони мочаревич подписала два документа которые позволяют возобновить работу комиссии по расследованию причин авиакатастрофы под смоленском 10 апреля 2010 года таким образом это два документа первый документ о том что работа комиссии возобновляется второй документ состав комиссии 21 человек ваш комментарий по этому поводу что будет делать российская страна и вопрос второй сегодня утром в варшаве министр иностранных дел польши витальд ващиковский принял российского посла в польше сергея андреева ну и они поговорили встреча была довольно короткой что в общем довольно странно вроде как нет никаких проблем между польшей россии особенно за последнее время встреча длилась три минуты и господин ващиковский вышел и сказал что это был визит вежливости мы поздравили друг друга с новым годом вообще-то сегодня 4 февраля тоже ваш комментарий на сей счет спасибо ну что я могу сказать зима то еще не кончилась поэтому все комментарии которые мне кажется хотели бы услышать по поводу общения российского посла в варшаве с руководством этой страны я думаю что мы дождемся от самого посла я думаю что он расскажет чему была посвящена судя по всему это насыщенная встреча и беседа а что касается вашего вопроса что будет делать российская страна в связи с тем что в польше возобновляется работа возобновляется следствие по катастрофе под самоленском и будет организована группу составе 21 человека то это вопрос чем будут заниматься не российская страна чем будут заниматься эти 21 сотрудник эксперт это вопрос к польше суверенное право суверенного государства если у них есть вопросы которые остались невыясненными мне кажется что они должны сами для себя на них ответить каким образом мы можем дать оценку этому я честно говоря даже не представляю мы сделали я хочу напомнить что российская сторона пошла на беспрецедентные меры открытости и проявила всю не просто добрую волю а весь а всю действительно вот истинную дружбу которую она хотела реализовать вообще в ежедневной нашей рутине с польским государством вот тогда в те страшные минуты той самой катастрофы которые в те минуты после катастрофы я помню потому что это было действительно потрясение не только для поляков это было потрясение для нас я прекрасно помню эти дни я очень хорошо помню и я прекрасно помню как я думаю что это помнит все кто занимался так или иначе этим вопросом что российское руководство не только заявила но и практическими шагами доказала что рассматривает эту беду как собственную как беду в том числе и российского народа и больше чем другие заинтересовано в том чтобы выяснить причины с нашей точки зрения причины выяснены как вы знаете в россии так сказать тоже было организовано расследование этой катастрофы оно было и открытым о нем постоянно говорили публично публиковали соответствующие данные проводились пресс-конференции и так далее так далее но еще раз говорю это суверенное право польши польского народа знать и искать эту правду конечно очень хочется надеяться что это не связано с политикой надежда слабая но она есть да пожалуйста ирина топоркова телеканал life news вопрос по украине 27 января прошла прошли переговоры контактной группы в минске опять в очередной раз не договорились по нескольким острым вопросам это выборы в донбассе и по обмену военно пленными вот так долго не могут договориться уже несколько месяцев означает ли это что переговоры зашли в тупик и если да то кто из сторон тормозит переговорный процесс ну вы понимаете вы называете эти вопросы острыми я бы назвала их основополагающими это вопросы принципиального характера которые требуют глубинной проработки в основе решения этого вопроса или этих вопросов конечно желание сторон находить взаимоприемлемой развязки и вести диалог друг с другом со стороны представителей донбасса это желание мы не просто видим оно есть оно реализуется на практике стороны киева к сожалению мы желание такого не видим и к сожалению мы видим обратное желание сделать все для того чтобы эти основополагающие вопросы не решались к сожалению без понимания того что сосуществование в одном государстве требует того чтобы стороны сели за один стол переговоров и начали друг с другом разговаривать вот без этого понимания движение вперед практически невозможно поэтому мы подсказывали тот ключ который на наш взгляд является открывающим двери к всему и всеобъемлющему урегулированию сесть друг с другом за один стол переговоров и начать конкретный предметный диалог прекрасно понимаем какая ну мягко говоря непростая политическая ситуация сейчас разворачивается в в киеве но ведь откладывание этого вопроса никаким образом не поможет делу а только лишь будет его усугублять вы прекрасно понимаете это ну просто законы наверное и политологии и общественного устройства накапливается не недовольство у людей у украинцев накапливается недовольство тем как реализуются данные обещания несколько лет назад к сожалению их привели совершенно не туда куда позвали вот на этом фоне решение вопроса донецка и луганска все это не создается совершенно нужной почве для того чтобы по этому направлению продвигаться и к сожалению мы видим тенденцию к усугублению внутренней ситуации на украине поэтому чем больше откладывается и заметаются под ковер все эти вопросы чем больше киев пытается юлить и придумывать какие-то временные развязки какие-то эти такие многозначные формулировки которые не решают а наоборот дают возможность для огромного огромной интерпретации вот чем больше всего этого тем сложнее будет двигаться вперед ведь речь идет ведь понимаете речь идет в конце концов о судьбе украины я понимаю что с вопросом соблюдения и реализации минских договоренностей связано многое в международных отношениях но самым главным является судьба украины украинского государства понимают ли там это большой вопрос да пожалуйста я про захваченный в нигерии греческий танкер с нашими моряками хотелось бы вот узнать что что как мы им поможем я могу сказать что ситуацию мы сейчас что российские дипломаты активнейшим образом этим занимаются как только у нас будет какая-то конкретная информация которую мы можем поделиться мы со средствами массовой информации обязательно поделимся и предоставим все данные но как вы знаете это наша прямая обязанность поэтому я имею ввиду не только информировать но содействовать российским гражданам которые попали в беду поэтому все делается и будет сделано максимум да пожалуйста добрый день кбс екатерина вопрос по поводу северной кореи вот по поводу их планов запуска ракеты видели миновское заявление по этому вопросу может ли россия как-то повлиять на северную корею с тем чтобы убедить их отказаться от этих планов и если все таки они произведут запуск какая возможная реакция со стороны москвы санкции насколько тяжелой они могут быть спасибо ну вы правильно сказали что мы уже публиковали нашу реакцию она была абсолютно исчерпывающей единственно могу сказать что конечно мы работаем со всеми сторонами которые вовлечены в урегулирование этой ситуации делимся оценками побуждаем высказываем наше экспертное мнение и так далее как вы понимаете работа идет на дипломатическом треке очень активно